Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Шалом! И начнем мы с того, что уже больше 10 лет назад в барт-клубе «Парус» Валерий Окун и Екатерина Асмус как-то собрались и сделали, можно назвать, спектакль, можно назвать концерт, можно песенная программа. Сложно это всего в одно целое свести, но по большому счету, конечно, спектакль. Они собрали много разных песен, грустных, веселых, кое-что нашли переводы, кое-что перевели сами и сделали из всего этого дела, связали все это нитью рассуждений о том, что же такое еврейское счастье. Эта программа существует с тех пор, многие принимали в ней участие, и вложили свои в том, что от каждой программы к следующей она изменялась. Проявлялись новые песни, какие-то наоборот уходили. И принимали в этом участие Роберт Синдаян, Лев Ефит, Сережа Бусыдин, но и мы с Верой тоже, Ирина Петровская, и я, Сергей Новик. Нет уже больше пяти лет. Лера Лопон, Катя Асмус тоже у нас, в общем, большей части живет не в России. А программа до сих пор жива. Мы, конечно, не будем ее показывать целиком, потому что она большая, она там в двух отделениях, наверное, часа три в целом месте. Вот, мы покажем лишь небольшие кусочки оттуда. Давайте перейдем к тому, с чего должна начинаться каждый, ну, не знаю, там, концерт, посиделки и прочее. Ну, вот. Нужно поприветствовать всех и представиться. Краткий перевод следующей песни. Поздороваемся и сдвинем бокальчики. Поздороваемся и сдвинем. 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 Дорогие друзья, у вас лежат тексты, вы, пожалуйста, их распределите, так что всем досталось пачечки на двоих, на троих, чтобы вы могли подглядывать и подпевать. Ну что, мы уже можем приступить к обсуждению самого главного вопроса, что же такое еврейское счастье? Что? То есть ты не понимаешь? Чего? Евреи – это люди книги, у нас все должно делаться строго, по правилам, по расписанному, по всему, и даже концерты, они должны не просто так проходить, а строго, причем эти даже правила, да, они есть, вот, к примеру, в следующей песне, они и описаны, причем под музыку. Сегодня мой пригласил Вай-ди-ди-ди-ди-ди-дай-дай Самых лучших местных сил Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Ровенович тот, кто, которого не звали Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Будет играть на большом барабане Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Ровенович тот, у которого есть тетя Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Будет играть на плавненькие походы Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Старый Соломон со своей наштырифкой Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Будет первой и второй скрипкой Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Если станет скучно, мы попросим морю Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Он сыграет патрука по северной коне Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай А в понедельник ставит дядя Борох Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Старит развешивать тягиши на заборах Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Как сегодня морю пригласил Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Самых лучших местных сил Вай-ди-ди-ди-ди-дай-дай Спасибо Ну что ж Вот мы и подошли буквально к главному нашему вопросу Что же такое еврейское счастье? В смысле? Малу, да Но только тут тоже нужно очень четко давать определение И если... Вот это было... Это самое... Вот У меня технический сладуман Поэтому я хочу, так сказать, все распределить по полочкам И если уж мы будем говорить о еврейском счастье То давайте вначале поговорим А кто же такие евреи? Вопрос-то сложный, честное слово И однозначно мнения на этот счет не существует Но вот давайте послушаем, что пишут по этому поводу Игорь Бугерман Откуда взялись евреи? На этот счет существует много разногласий и домыслов Нет числа к гипотезам, теориям и версиям Одна из них даже гласит, что это инопланетяне Царство на иноземлю подозрительное Другая в средние века Что они, если бы не порождение дьявола То веками состоят с ним в тесном сотрудничестве Сами же евреи Ну а точнее их часть Ибо согласия у них нет почти ни в чем Считают, что в их происхождении замешан лично Господь Бог Это утверждение не лишено здравого смысла Ибо если допустить его существование То и замешан он решительно во всем Господь ли создал евреи, погони его И кто кого избрал Все это так запуталось, что даже сами герои Этой многотысячелетней драмы Толком не представляют, как это было в действительности Мы со свойственной надсклонностью к компромиссам Предпочитаем считать, что это произошло одновременно Но, увы, ни Господь, ни евреи Не обладают нашим миролюбием И решительно отказываются разделять нашу точку зрения Короче, кто такие евреи Достоверно неизвестно никому, включая их самих А точнее говоря, ответов на этот вопрос столько Что одно лишь количество ставит под сомнение истинность даже самых правдоподобных из них Вот, к примеру, Саратар считал, что евреи это те, кого другие считают евреями Извечно, астрологно, только вот евреи с этим не согласны Им ведь самим хочется принимать решение по этому поводу Нам лично более по душе определение такое Еврей это тот, кто имеет основания и мужество считать себя евреем Сейчас поменяется Сейчас, забывайте Да Так что с первым вопросом мы Я думаю, разобрались и, по крайней мере, дальше мы его рассматривать не будем Потому что это просто дороже для здоровья А теперь, что же такое счастье? Ну, счастье это отсутствие несчастья Ну, это такое Да, ничего подобного Вот, у нас у каждого в жизни происходит большое количество событий Да, если бы каких-то из них вот не было бы Ну, мы были бы гораздо счастливее, правда? Ну, все-таки это софизм Ну, конечно Ну, вот убрать несчастье и будет счастье Ну, хорошо Ну, вот действительно, с этим я согласен А еще у счастья есть совершенно замечательное свойство Даже вот такой вот маленький кусочек счастья Это все равно будет счастье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok О, что вы скажете за любовь? О! Это прекрасно! Любовь это Ну, вот Я могу сказать так Вот я нормальный человек И спросите меня, что такое счастье Я скажу – счастье – это любовь Ну, конечно же любовь это банка Нервов В общем, все-все-все-все Ну вот, если ты не любишь, то ты несчастный. Вот это однозначно. Ну правда ведь. Потому что только тогда, когда ты любишь, ты действительно живешь. А все остальное это так. И совершенно не важно, кого ты любишь, ну или что ты любишь. В общем, оно все равно наполняет нашу жизнь. Боже мой, я влюбился опять, как мальчик. Я любовь поцелую в пальчик. С прелестной ручки любезной вашей, ах, мадам. Ваша форма меня так тревожит. И любовь в мое сердце галожит даже по утрам. Ой, ой, как же это? Я снова жду ответа. На свой прямой вопрос не оторитесь. Сердце мне не ровите. Скажите же, да, и таки, да, и все дела. Ну зачем видеть вам моих недостатков? Будет с вами жить в достатке. И вот оно, вот оно, вот и есть. И дайте в срок. Понаделаем на детишек. Не смотрите, что я не вышел. Ростом смех не в том. Ой, 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 и как же это? Я снова жду ответа. На свой прямой вопрос не оторитесь. И все, 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 мне не ровите. Скажите же, да, и таки, да, и все, мальчик. Не знаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла... Ох... Ой, ну как же? Открой дверь, жирже-то. Уже за десятки сейчас нет, Это ниже сердца, стук все ниже, Так пиво же есть, отскажи быстрее, Азоханвей, вей, вей, ой, 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 Как же это, открой двери Джорджета, Уже в десятые часы, нет, а ниже сердца, Стук все ниже, так пиво же есть, налей быстрее, Азоханвей. Сережа, у вас какие-то странные представления о любви? Слушай, да посмотри на меня. Я более традиционная, мне вот нравится, вот когда мальчик, девочка, юноша, девушка, Любовь, сватовство. Ой, 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 что такое на дворе? Это праздник на дворе. Ой, 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 кто такое там ко мне? Это Янгель на коне. А у него усы такие, ой, 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 Лучше в мире не найти. А у него штаны такие, ой, 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 Янгель, мимо не пройди. Ой, 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 что такое на дворе? Это праздник на дворе. Ой, 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 кто такое там в окне? Это рифк там в окне. А у нее такие косы, ой, 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 просто лучше не найти. А у нее такие очи, ой, 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 Янгель, мимо не пройди. Ой, 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 Янгель едет на крыльцо. Здравствуй, Рифка, говори. Ой, 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 Рифка летит из окна. Здравствуй, Янгель говорит. А он берет ее за ручку. Ой, 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 принимает важный вид. Хочешь быть моей женой? Да, 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 очень. Рифка говорит. Ла-ла-ла, ой, 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 ой. Ла-ла-ла, ой, 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 принимает важный вид. Хочешь быть моей женою? Да, 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 очень Ривко говорит Ну, естественно, после такого сватовства Парень должен подумать А правильно ли он поступает? И для этого ему следует задать своей невесте Разные, разные вопросы Например, что сильнее в вышке? Что выше дома? И, естественно, положить все эти вопросы на музыку Думает парень, но точно пролет Ту ли девчонку в жены берет Можно влюбиться и ошибиться Если бы брат узнать наберет Тумбала, тумбала, тумбала лайка Тумбала, 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 тумбала лайка Тумбала лайка, штерцу сыграй-ка Пусть веселится вместе с тобой Отслуга, девчонка, ты мне ответь Что может вечно, вечно гореть Что без дождя растет и мороз Что может и плакать, плакать без слез Тумбала, 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 смейся и бой Тумбала лайка, сердцу сыграй-ка Пусть веселится вместе с тобой Парень, тебе я скажу не шутя Камень растет без тепла и дождя Вечно гореть любви суждено Плакать без слез может сердце одно Тумбала, 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 тумбала лайка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все это испытывали на себе Ну вот мудрые люди, говорят, сочнее пишут А может быть, будь я Ротшильд, я, может быть, вообще отменил бы деньги Никаких денег Потому что давайте не будем обманывать себя Ну что такое деньги? Ведь это же, собственно, дело сговора Но сама обмана Взяли кусок бумаги Нарисовали на нем картинку Написали 3 рубля серебром Деньги, говорю я вам, это только соблазн, страсть Одна из самых пагубных страстей И все за ними гонятся И никто их не имеет Но если бы денег вообще на свете не было Так ведь и дьявол искусительнее Чего стал бы делать Да и от самой страсти ничего бы не осталось Понимаете или не понимаете? Только вот Как же с этим-то? Возникает вопрос Откуда тогда люди брали бы деньги, чтобы справить субботу? А что, позвольте Откуда мне сейчас взять на субботу? Ну да, без денег Без денег Лучше не родиться на свет, боже Лучше не родиться никуда, да? Да, а если родиться Так лучше сразу Ночь туманна И дождливо за окном темно Мальчик маленький, тескливый Плачет под окном Он стоит к стене прижатый И на вес слегка горбатый И поет на языке родном Друзья, купите, купите поперосы Подходи, пехота и матросы Подходите, пожалейте Сироту меня согрейте Посмотрите ноги моей боссы Мой отец в бою суровым Жизнь свою отдал Мамочку с винтовки Немец расстрелял А сестра моя неволе Пропадаю в чистом поле Так свое детство потерял Я несчастный, я коллега Мне двенадцать лет Я прошу человека Дайте мне совет Или буду помолиться Или к черту утопиться Все равно не мил мне белый свет Купите кольджи Кольджи, кольджи Поперосы Дайте сиротине Матросы Подходите, пожалейте Сироту меня согрейте Посмотрите ноги моей боссы Ну да, каждый зарабатывает На жизнь своими способами Да Ну, бывают гораздо более эзотические способы Ну, в смысле Ну, в смысле Один портной Портной Как-то раз открыл школу танцев Не потому, что он хорошо танцевал Или потому, что он плохо шил Открыл она ее, ну, так скажем Из любви к искусству И эта школа стала настолько популярной Что про нее стали петь песни А может, она стала популярной Потому что про нее пели песни И эта школа Соломона Кляда Школа больных танцев Вам говорят Две шаги налево Две шаги направо Шаг вперед И ныбе назад Да, вы не сморгайте За навестник Это неприлично Вам говорят Это неприлично Негигиенично И несимпатично Вам говорят Девочки, а вы со мной? Кавалеры Приглашают даму Там, где брошка Там вперед Две шаги налево Две шаги направо Шаг назад И поворот Кавалеры Боня Криша Простите Две шаги Две шаги Две шаги Две шаги Дамы Дамы, дамы Не вертите задом Это не пропельная Дрова Не самолет Это неприлично Не видишь Маш, так Вперед Наоборот Сонечка Не стройте Сонечка Мой глаз И не отопыривайте Взад Вы не на базаре А на танциклассе Шаг вперед И две назад Алик Робинович Алик Робинович Я имею выйти Я имею выйти Вам говорят Алик Робинович Вы мне замените Шаг вперед И две назад Это школа Сала Монокляра Школа пролетанцев Вам говорят Две шаги налево Две шаги направо Шаг вперед И две назад Вам говорят Это экзотичный способ Экзотичный способ Экзотичный способ Это когда один Одесский Мелдик Мерсангс Решил жениться Для того Чтобы поправить Свое финансовое положение Причем Не просто Из-за невесты А из-за ее брата Которого знала тогда Вся Одесса Подождите А брата случайно Не Бенингрик звали? Да Да Именно Бенингрик А это не тот Бенингрик Который спалил Болицейский участок? Он самый А это не та его сестра Которая была настолько Развратна Что вообще Бене было стыдно Что у него такая сестра? Ну да Да Его собственно звали Боянстей А А вот Как представляет себе Эту последнюю Прогулку Жениха Перед свадьбой Григорий Бекштейн 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 Ну 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 пукин theory Бакштейн Бенл Белить Бекштейн Бекстейн Класс Бекштейн А я мимо выйти в вашими словами, Но, конечно, ты, дорогие, Рутые колеса, открытых пойдон, Кошел эти мои тугие будут женщины любые, Но рассказывать за это молитон, Вот моя невеста в белом шнобель, Словно к пробелу, ручка шелка, И не жалко сажа для бровей, Совать во все ваши, а дальше За столом урядник даже. А я мимо выйти в пары, И слоем шеи, И не гони лошадей, Конечно, ты, дорогие, Рутые колеса, открытых пойдон, Кошел эти мои тугие будут женщины любые, Но рассказывать за это молитон, Кошел эти мои тугие будут женщины любые, Но рассказывать за это молитон. Я должна предупредить, вот нескольких песен сейчас текстов у вас не будет, Потому что почему-то принтер их не захотел печатать. Поэтому вот извините, сейчас немножко передогните, сейчас мы послушаем, А потом, в каком-то моменте от слова должны поднимать. Ну, все это верно. Но деньги, сами по себе, они, в общем-то, ничего не стоят. Взять хотя бы ту же кострелевку и ее жителей. Достойно справить субботу в пределах мечтаний. Всю неделю готова они трудиться, работать до седьмого пота, Не есть, не пить, грызть землю, почернеть от забот. Но, только бы справить субботу, и поистине, когда наступает милая святая суббота, Пропадай, Якупец, пропадай, Одесса, пропадай, даже Париж! Говорят, это возможно действительно так, Что с тех пор, как существует город Косреловка, не было там случая, Чтобы еврею пришлось в субботу голодать. Потому что, видимо, и летело, чтобы у еврея на субботнем столе не было рыбы. Ну, если нет у него рыбы, если у него мясо, Если нет у него мяса, есть у него селёдка, Ну, нет у него селёдки, есть хала, да, А если нет у хала, есть хлеб с луком, Ну, а если нет хлеба с луком, Ну, то он пойдёт и займёт у соседа. А в следующую субботу сосед займёт у него. И, воистину, весь мир — это колесо, и оно вертится. Парикмахер Шпилькинман был известный у люка, Мастер по проплешинам, И язык подрешенный. Рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где отрежут, где забудут, Все мы грешны, все мы люди. И мясник из гастронома, Тоже наш, и звали днём, Ох, как он орубил с плеча, А штукья занервничала. Рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где отрежут, где забудут, Все мы грешны, все мы люди. Гордость наша и округ, И шарфильки. Парикмахер Шпилькинман был известный у нас, И весна, и звали днём, И шарфильки. Рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где отрежут, где забудут, Все мы грешны, все мы люди. И льня, и шарфильки, И мясник из гастрона, И велик, и звали днём, У вас, как ту говядину, Разберут, не глядя, Он рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где отрежут, где забудут, Все мы грешны, все мы люди. И кривой налевый глаз Мою лупине жил у нас, Подставляйте-ка приборы, Забоков век наладит связь, Рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где обрежут, где забудут, Все грешны, все мы люди. Только мой шарфильки, Музыкант, мог продать Лишь свой талант, И терзаясь жизни прозой, Скрипку мучил, Вот склерозом рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Где сыграли, где забудут, Все мы грешны, все мы люди. Эх, как быстрый паровоз, Вверх вагончики провёз, И уже другие шлёны, Держат по ветрам свой нос, Рукавчики засучили, К счастью, уковал ключи, Кто ухватит, кто забудет, Все мы грешны, все мы люди. Кто ухватит, кто забудет, Все мы грешны, все мы люди. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот как раз прижуру, да, Где напечатают, где забудет. Все мы грешны, все мы люди. Да, все мы грешны, все мы люди. Ну, на самом деле, может быть, По мнению кого-то, деньги – это ключи к счастью. Ну, уж точно не само счастье. У-у-у, как он у меня гудит. Ведь счастливыми бывают порой Совершенно без денег. И тут нам на помощь приходит такая штука, Как юмор. Ну, юмор, он непосредственно, К счастью, мне кажется, Отношения не имеет. Он, скорее, позволяет иронически И снисходительно отнестись К каким-то своим несчастьем. Ну, тут ведь вообще у евреев чувство юмора Такое ощущение, что оно крови. Есть, правда, подозрения, Что просто те евреи, у кого чувства юмора нет, Они просто, ну, вымерли. Вот. Не выдержали естественный отбор. Они, правда, все равно встречаются И их охраняют специально для того, Ну, да, смеются над собой. И вот, как пример анекдота Про самоидентификацию, Следующая песня написанная Игорем Белым. Вы же знаете, да, что очень модно Вот в интернете пустить котика. Ну, как же можно обойтись без котиков в концерте? Паразит Паразит По названиям кот по имени Янкель Только с виду еврейский На самом же деле он Янкий Только Янке способен Нагладить в ботинок поэту А еврейский подходит Исправно в пюрету. Не пора ли устроить гаденышу Билы С называнием Овного Билум? Билум командус лихой Из подразделения Дельта Он сидит на буфете И смотрит, как ешь вермишей ты И седает он прямо в еду И ведет его юзом Но на это решиться могли бы Но только французы Так назвать Франсуаева Надо немедля И сыграть с ним И с тапками в кепле Жил когда-то француз Франсуаева звали Который на веревке висел А не как моя киска на штурах Кот болтается там Как созревший морбанан на Майами И с немецкой дотошностью Рвутся крючки за крючками И летят миссершмиды Тяжелый фаянсом Кот отныне становится гасом Он, цепляясь когтями за стены Скрывается в ванне А обои везде Отошли уже в область преданий По ночам кот поет Звонким голосом На небрегвадзе А всем становится ясно Что этот вот кот Коммуникация И как только его Разощуя в квартире Ожидает его Харагири Паразит безыменный В гордыне от голода пухнет Но едва лишь повеет Мульоном и курочкой Из кухни Запеканкой поджаристой Вместе с лучком Сельдереем Кот готов оставаться На вечные веки евреем И спешит он Волею женак Любимой Лоханке Потому что Забуд его Янкель Аплодисменты Это был Игорь Белый А я хочу Вспомнить другого Игоря Гупермана Все мы его, конечно, знаем по Гарикам Знаем его по замечательной прозе Юмористической Но вот задолго До нынешних времен Еще в шестидесятых годах Еще до отсеки Им была написана поэма Обгусевшие лебеди Замечательная поэма Там много всего хорошего есть Но я вам предлагаю послушать Небольшой, очень маленький кусочек Оттуда Положенный на Известную Очень Мелодию Ты только не кричи, пожалуйста Когда будешь петь А то ты вечный враж ходишь Представляешь себе героя В этой песне Но я-то не могу за тобой внаться Это жуткая работа Ветер водит и гремит Два еврея тянут шкоты Как один антисемит А на море, а на море Волны ходят за гормой Жарко лебен Потно борем Очень хочется Доброю А то летит из ураган До черной платы Паруска Восемь шкулей Два на дана У пашкемня Исаак И ни бога нет ни черта Шиты с Настей и спортьер Яркий сурик вдоль по борту Выступаем Выступаем Вся команда на ногах И написано Влекаем На спасательных кругах К нападению все готово На борту А жильотаж Это ж беч Это ж Лёва А вы меняете апортаж Боже, Лёва Боже, Боря Зайди с рук Крещен в бригад А на плод крепильный море Ослепительный плакат Наименьшие затраты Можно каждому везде Страхование пиратов От пожара на море И опять летят, как пули Сами дуют в паруса Застрахованные шмули Обнаженный Исаак А струя Светлей лазури Дует и ветер И какой Это ж Берчик ищет буря Будет буря Есть покой Ла-па Ну да, без чувства и юмора сложно выжить. Ну, на самом деле, даже отношение к смерти во многом у евреев раздобрено хорошей долей еврейского юмора. Ну, кстати, у вас такой вопрос. Ну, вы же знаете это старое идиоматическое, если так вот сказать, выражение «Лавочку закрой». Ну, типа «Сема, лавочку закрой!» Жил на свете хай, никем не замечаем, старый вещь и хай покупал. Жил на свете хай, никем не замечаем, а вот дошмак из хай продавал. А в такой работе только муки, и по телу наш бед не хай в блюде. А жена его ругает, очень часто повторяет. Хай, хватит, бабочку закрой! Жена его ревая, ничуть не унывая, Сыновей рожает каждый год. А то рожает двое, а то рожает трое, А то рожает сразу четверек. А кружок наш хай дед ворою, От его детишек нет покою. Часто в дружеской беседе говорят ему, Соседи хай, хватит, бабочку закрой! Голодом снидаем, умер бедный хай, Всех пошли его похоронить. Жена его ревая, демпом не снижая, Продолжает девочек родить. Служит весна родная, это чудо, Где берутся дети, Ну, откуда? Видно, хайм с того света Продолжает девочек рода. Хайм, шлема, злбу, хвачь, делашь, закрой! Музыка Музыка Это то, что объединяет нас. Вот и нас, стоящих на сцене, сидящих в зале. Ну, и целые народы. Еврейская музыка порочно вошла в мировую культуру, при этом не растворилась, а обогатила. Еврейские музыканты, ну кто они? Вот следующая песня. Она, например, обошла с трюмом весь мир, кто ее только не пел. Но Написал ее эту мелодию Еврейский, Американский композитор Шолом Секунда для тридцать второго году, для музикла Миккейн, Лэббен, Норми, Лост, Ништ Можно было бы жить, да не дают. Вот. Я говорю, кто ее только не пел, там Элла Феджи Уайльц Сестра Берри Сестра Берри, самая известная Но в России, в России ее ждала особая судьба Она здесь прожила Нет, к сожалению, этого действия Вы его все знаете Не одну, а много жизней совершенно разных Ну вот, послушайте Говорю я, хватит бояться Ты в любви мне можешь признаться Подмани мне взглядом, мчимся, но рядом хоть куда Все равно Байя Мир, бисту шейн Байя Мир, хосту хейн Байя Мир, бисту эйнер оудер вэлт Байя Мир, бисту гидз Байя Мир, хосту гидз Байя Мир, бисту байя sma ху щу гэлт Ай куд сэй Белла, бэла, элн сэй Бамя мудер ба Бэйч лэмгвич Тянул, и хелп бэллю Как грrons her Туд, скорушка не спеша Даже шпешла Д zip 치 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок 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 И, кстати, в этом тоже есть счастье. Крышок странный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска, долгая пауза. А после слова монотонно и пасмурно Дружусь, я хвораю, в Венеции, выстарка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит Какой-то незвежней далёкостью дышит, Пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни камена, ни лазурного берега, Ни нынешней славы, светло и растеряно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его проплённый и таргинь, Прикола в земле колочою пожарной. Там свадьбы и смерти, Моленья и гарморти. Там цареют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги, На вытяжку темнеет. И жалко, что я не из Витебска. На то ведь и Бог. И тем, как говорится, всех кормящий и насыщающий, Разумно миром управляет. Видит он, как я из-за куска хлеба бьюсь, И говорит, ты небось думаешь, Тевья, Что всё уже кончено, Светопредставление неба на земле валится? Ой, глуп же ты, тевья, ой, как глуп. Вот увидишь, счастье, Если Богу будет угодно, Повернётся налево кругом И сразу во всех уголках светлоустанет. Выходит, как в новогодней молитве сказано, Кто будет вознесён, а кто не звергнут, Кто ездит, а кто пешком плетётся. Главное упование. Надо жить надеждой. Только надеждой. А ежели до поры до времени приходится горе мыкать, Ну, так надумай и явление на белом свете, Как говорится, избранный народ Не даром весь мир нам завидует. Через поле до пригорок Всё телега накатится, А за ней смешной телёнок На верёвке дотащится, А в небе соловей поёт Чудная песенка, Вроде смеха, Может, и звон колокольчика. Дона, 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 дон, Дона, 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 дон. Может, если б, если б только Тебе пару до крыльев дать, В небо ты взлетел высоко, До него ведь врагом падать, А в небе соловей поёт Чудная песенка, Вроде смеха, Может, и звон колокольчика. Дона, 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 дон, Дона, 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 дон, Но телёнок всё шагает Прямо в гости к мяснику, Он о небе не мечтает И не ведает тоску, А в небе соловей поёт Чудная песенка, Вроде смеха, Может, и звон колокольчика. Дона, 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 дон, Дона, 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 Знаешь, мне кажется, что счастье – это просто быть, жить в этом мире, радоваться этой жизни, всем ее проявлениям, быть самим собой, а не каким-нибудь другим. Просто быть. Ну, а что же тогда? Что же такое еврейское счастье? Ну, еврейское счастье – это то же самое, только еще при этом быть евреем. ПЕСНЯ 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 Место есть. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»